звук есть вас не видно вот так у вас как-то свет сзади окно неправильно вы в темноте закрытая темнота везде надо чтобы свет светил на лицо вот как у меня а я у вас не вижу не видите вы даже увидеть сейчас я еще раз попробую смотрите видно нет у меня нет вообще а у вас там нету ширмы закрыть окно свет освещает а затылок то вас хорошо видать а тут-то в темноте вы находитесь от света не пропишет голову надо можно развернуться конечно ну не надо теперь надо уже все равно вы имейте ввиду на будущее это так не видать а просто пятно идет и черное все в общем я посмотрел все что вы мне скинули вот там два сайта было и канал на ютубе но с каналом на ютубе работать посложнее там огромный объем информации и не совсем понятно где и что именно что не понять что непонятно повторите не непонятно как найти именно нужные видео как а что ведет а свободно заходит вот там просто объем очень огромный да я посмотрел как бы это а там по плейлистам разложено посмотрите а я я это уже я это уже как бы по плейлистам я две-три тему посмотрел которые меня вот беспокоят вот но есть еще и другие интересные момента вот вы на сайт заходите кто-то я скинул вам материалы сайт а на сайте там сразу идут 4000 ответов моих вопросы в университете там сокровище неоценимое его больше нигде в интернете этого нету это все понимают и признают вот там когда я когда я скинул где там первая там счастье она уже три части 2 где нам молимся а третье какие условия разговора так вот там первой части написано сайт слова сайт вы его не открывали видать там все все книги фильмы аудио там море информации море это готовилась десятки лет сайт а в сайте когда ткнете там аудио видео мои книги все 38 томов книг фильма на сняты 475 там роликов кажется я начальник детского лагеря образовал ну то есть перечислить нельзя сколько всего там есть я два сайта видел вот в одном как бы они похожи но в одном как бы есть дополнительно книги вот и я туда особо не проваливался но сначала главное познакомишься а потом не вытащишь оттуда это я пока по крохам собирал все это вот у меня книга 1 крестному православию я 40 лет собирал материал 40 лет это наверно сотни книг переметелил пока по датам по всему нашел нужное где вот у златоуста 12 томов а у меня там все может быть полстраницы от него взял но эти 12 то томов я их насчитал на пленку в аудио этого интернете нигде не было 12 томов жития святых это 1173 биографии за 19 столетий то есть там все сделано чтоб человек после смерти был на небе а не в аду горел так хорошо я понял с какого это сайта вот там только на одном такое было такая вкладочка в общем у меня есть семь вопросов и немножко накидал как бы самые большие масштабные и я начала хочу рассказать как бы из-за чего у меня вот определенные тормоза в жизни есть вот в общем в детстве ну понятно что строгость определенная ко мне было но вот меня били ругали там матом крылья там обижали всеми возможными способами вот и когда я подрос выяснилось что у меня есть определенные психологические трудности в связи с тем что в детстве как бы камень и совсем хорошо относились вот я с этим стараюсь как-то бороться потому что это мешает жить но выходит пока что мне не очень хорошо сдвиги то есть небольшие большую часть нерешенных вопросов я закрыл вот но одна вот из таких вот серьезных неулядец это то что мне страшно действовать вот лишний раз у меня все есть вот в плане плане интеллекта хоть что-то да есть в любом случае получше чем у большинства я как бы в этом плане не беспокоюсь но вот мне не хватает действий то есть часто бывает просто сижу и все но вот в четырех стенах там зал скажу поработаю и все нужно расходить нужно с кем-то поговорить если это в пределах дома то я могу позвонить там всем говорить но если там работа нужно ходить пешком там туда-сюда пытаться что-то делать пробовать вот у меня с инициативностью определенные сложности есть вот прямо из-за этого потому что какой-то страх непонятный так вот какое непонятно то это правильно что говорите человек слабое создание вы как бы вместе с кем-то двое-трое были ну даже по интернету молитесь вот у нас утром моление по местному времени в 5 утра у нас называется подсоединяйся к нам у тебя это все исчезнет в течение одного дня и вы увидите какие люди как заботятся о боге заботятся о будущее из огромную жизнь они это она так и так день прожили сегодня на день день ближе и к гробу или ближе к могиле как правильно прожить исполнять заповеди хочу слова божия не считается молитвы нету у тебя сатана и душит на своих сторон вот есть такой маленький ролик называется интервью с дьяволом видели нет я его не открывал еще но вот откройте посмотрите дьявол является и он ему рассказывает все человеку я как верующий знаю по писанию вижу он все говорил правильно но среди этой там лжи допускает где-то вот такое дело человек одинокий он пропащих я вот отец у меня пастухом был если овечек отставить отдельно ну дня на три хотя бы ни одной не найдешь она то утонет залезет куда-то то волки сидят то собаки и угонят куда-то на железную дорогу там задавят а когда пастух а пастух наш христос он нас любит по подкладывает лучше кушанье нам каждое утро благословляет вот сейчас у нас приехали люди переехали болтайский край из ливана знаешь где ливан находится примерно понимаю ну там клики гипту надо смотреть африка и вот они приехали сейчас а теперь специальности их здесь не признают надо заново учиться сдавать ну врачи оба врача ну это мы знакомились раньше она сама приезжала принимала крещение у нас а теперь муж приехал очень хорошие люди но долго с квартиры тут там ремонтировали то другое сейчас господи помоги удастся или нет им поступить на курсы переквалификации и она сразу сообщила во всем интернете уже молятся наше содружество где они не одинокие они правда купили за 160 километров отсюда где-то когда-то они жили там одна она жила а вот она видимо тамошний и туда где они есть а мы-то барнауле и она сюда приезжает иногда раз в месяц вот как будто бы мы давно-давно знаем друг друга вместе тут сидим занимаемся завтракаем считаем слово божие на молитве а когда один человек я даже представить не могу как я один буду когда меня посадили я в тюрьме сижу заключение я молюсь и меня тюрьма вся подчиняется быть верующим это победа я только в камеру захожу мир дома всему зашевелилась а там 25 шконок коек а людей то 75 дымина не видать ничего и уже они знают я верующий по какой статье договариваемся после как поужинают больше часа в моем распоряжении а у меня с собой новый завет вторая часть библии я ее читают смотрю чтобы никто не закурил двери открыты охранники стоят слушают я только появился первый день уже вся тюрьма гудит почему я со христом это христос делает не я это милость его и вот давайте поближе как-то будьте вот я вам скинул все попросите чтобы вас приняли в молитвенное содружество вы никогда не будете одиноки все ваши сегодняшние неурядицы там нерешенные вопросы они покажутся такими далекими такими ничтожными что евгений александрович смеяться будет скажи неужели это я был такой вот как дело то будет так у меня вопрос возник давайте ну во первых по поводу библия очень тяжело читать я читаю вот в отличие там от матери от многих этих прихожан вот они читают и вообще не думают то есть я читаю я понимаю что там было почему там было как там было мне становится страшно вот мне тяжело вообще это читать я понимаю что там происходило вот буквально каждую строчку мало что есть чего я явно не понимаю если какое-то слово непонятно я как бы поисковичок его забью посмотрю какое значение именно вот на том языке на котором как бы все изначально доносилось имеют реально тяжело все это делать вы новый завет считаете новый завет рождество иисуса христа а потом когда новый завет прочитать и тогда и ветхие там посмотрите притчи соломона история церкви 4 евангелия да 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 матфея марка луки она мне понятного ничего нету тем более у нас занятия идут толкование блаженного пепелакта каждая буква раз расшифровывается что означает как так когда будешь на занятиях ну вот у нас занятие завтра будет пятницу так что постарайся там написано кому попроситься позвонить чтобы они вас приняли скажите со мной разговаривали вам дадут правила нашего сообщества чтобы не нарушать никаких ников никаких аватаров все ваш ложь ну вот по поводу фотографии у меня все фотографии просто нигде нету ну как без фотографа фотография обязательно должна быть у вас же паспорта есть ну а тут паспорт я лишний раз не выставляю чтобы там мало ли чего не было попроси когда фотография будет и когда зайдете там семена вячеслав там на него указано и скажи фотографию поставьте на рабочий стол и он тебе зайдет и поставить тебе за пять минут ничего особенного нет я тоже не знаю но у меня работают на меня четыре программиста помогают да фотографии меня не беспокоит я сам могу установить а сам программист ну вот и все вот я не страшно вообще выставлять что-то что-то показывать ну не можете не выставлять и не показывать сначала набирайся смотри что тут есть вот когда на занятия зайдете и вы увидите какие люди выступают в каком порядке что спрашивают самые злободневные вопросы у нас разрешаются вот по евангелии как бы я не знаю может и не так читаю может и не то читаю потому что там много часа разных книг всяких и непонятно вообще куда вот нужно сунуться потому что евангелия прям в библии вторая часть новый завет мама говорит купила тебе библию ты богач и сам того не сознаешь ты его каждый день считай я ее не видел я в интернете 1 8 1 8 иисус новин говорит да не отходит книга сия это от уст твоих но поучайся в ней день и ночь дабы в точности исполнить написанное в ней и ну насколько я понимаю к этому вопросу мы вернемся попозже то есть я должен буду что-то понять в результате каких-то действий да да вот по поводу того что я один когда так получилось что друзей у меня особо то и нету вот ну вот кто там друг был вот одногруппник на машине меня подвозил пока у меня там с ногами были проблемы вот мне там врачи инвалидность прописывали я в общем после этого врачам перестал ходить вот с коленом более-менее дела как бы пошли в гору ну по крайней мере уже ходить могу и заниматься могу уже отлично вот он был наркоманом я с ним прекратил общение ну я говорю о хороших друзьях если он не наркоман нормально не обкурены вы можете его взять с собой чтобы он увидел свои вопросы задал мне задают вопросы со всего мира со всех континентов я недавно с ним общался он вроде бросил я думаю есть смысл скорее всего с ним начать общение я с ним обычно либо гулял либо ходил тренироваться но я как бы по учебе ему помогал когда были в университете все временное запомните евгений что видимое временное а невидимое вечное вот и все мы стремимся к царству небесному за нас христос умер мои грехи что я делал неправильно в жизни вот рядом разбойник был и господь его просил за то что он исповедовал иисуса говорит мы достойно получили а он никакого зла не делал распятый прибитый как мы господь говорит сегодня же ныне будешь со мной в раю вот и все мы не просто так а мы молимся сейчас меня просят помолитесь потому что мы сколько раз вас просили мне говорят вы только помолились у нас сразу все взвинулось с места это мы не моего это бог делает так да моя жизнь такая что перетерпел многое я за все благодарю бога вот у меня сейчас последнее время у меня с коленями неладно я не знаю что еще повезли там на рентген посмотрели то ли прежние были там удары мало ли что ну 83 года что спрашивать ну и пока никакого решения краевая больница не вынесла я иду у меня не дает нога шагать она прям как будто отламывается никогда не было этого ну маленько что то может быть и так я благодарю бога есть люди без ног без рук без глаз а я хожу я вот встану вот она видишь как потихоньку помаленьку а я шатаюсь иду да мне куда бежать то потихоньку голубят им слазил на шардак да и все вон они летают красавцы мои видел? да вижу ну вот вот а по поводу друзей понимаете общаться с обыкем я тоже не считаю нужным правильно потому что они оказывают негативное влияние я потом из этого всего и не выберусь так у тебя новые друзья будут ты сегодня это прямо вот сейчас только закончим и я тебе вторую среднюю часть вытащу оттуда и прямо скину и там написано кого там нажми только там на кого то выйдешь Николай там есть особенно на Вячеслава Семенова он главный а то человек закончил высшее образование у него и опять снова учится еще а то человек молодой ну там 32 года кажется так вот основную часть я вам сказал я не стал подробности раскрывать потому что я думаю что они очевидны да не надо ничего подробностей личная жизнь там у меня написано это не надо у нас все записывается в интернете выставляется люди приобретают пользу не надо этого не бояться ничего у нас куда не идешь во дворе везде записано идет запись для интернета нам еще это прячутся преступники а мы открытые открыто говорим вот мои книги видели библиотеки у Путина то есть книги мои в центральной библиотеке Ленина в Москве в парламентской и в исторической только в Москве в трех библиотеках полные по 38 томов моих книг а я это и не знал что у меня так будет каждая книга 752 страницы и сейчас из них там кое-что выбирают люди друг друга знакомятся стихотворения мои там перекидывают почему Бог сделал это Бог это не я я повторяю у меня нет гуманитарного образования не религиозного я самоуком все делал иностранные языки там изучал у меня на сон уходило два с половиной часа я все время в напряге был так вот в прошлый раз говорили спрашивали про девушку или там про жена вот ну мягко говоря проблема проблема где-то найти вот именно достойную кандидатуру вот я выбираю в основном по критериям каким я смотрю на родителей вот я смотрю чтобы была послушная трудолюбивая это два основных критерия если православное хорошо нет так нет вот Женя есть поговорка женился на скорую руку на долгую муку не торопись тем более юморная инвестиция не дает детей воспитывать это вопрос серьезнейший и меня там к свадьбе еще мать склоняет да и там девушка вроде хочет а я все жду и я смотрю как бы как там будет как она ко мне относится как она к детям будет относиться я смотрю там как она работает там трудолюбива нетрудолюбива уважает ли она там людей как она к ним относится ну вот по всяким мелочам вот и тяну и тяну как бы ну опять же в пределах разумного а потом выясняется там проблемка небольшая там проблемка небольшая что мне это дает прям серьезный такой массив который давит а ты не хотел бы ее призвать чтобы поговорили вместе с ней а у меня сейчас никого нету ну нету нету молись господь усмотрит не торопись это серьезное дело будет скорби по плоти скорби у вас будут а мне вас жаль павел говорит один я свободен мне когда надо куда поехать что но я то женатый она по вере верующая я вот уехал когда меня посадили когда она что нужно и генеральную прокуратуру везде в москве везде пробралась меня попросили приехать в америку оплатили все я знаю тут спокойно спокойно это гранит вот а как найти и найти мне не совсем понятно а не надо искать господь усмотрит первый вопрос надо ли надо ли и второй вопрос и господь укажет внезапно вот и второй момент у меня вот прям нету нету желания вот знаете так встречаться уже хочется жениться хочется семью детей они вот это вот все вот там просто встречаться там ради каких-то удовольствий непонятных сомнительных у вас должно быть хорошее основание для этого а если так работа там какие-то шахматы глупости это у тебя должен быть хороший постоянный заработок чтоб тебя на работе ценили не выкинули ты сейчас один поел сухарь съел и тебе нет а тут она болеть будет аптека не успеет жениться и теперь только по больницам лазит они видишь какие сейчас дряблые так с этим не понятно конечно в городе живете я бы желал чтобы у вас была специальность строителя это дома всем нужны и там можно подработки делать и все сначала может быть подсобником и поступить одновременно где-то каменщиком быть плотником да мало ли еще вот натяжные потолки делают сейчас у нас ребята которые работают и хороший заработок но только уж делать все надо так чтобы блестела вот ну по работе не могу сказать что прям шахматы это плохо вот работаю я на себя строго то есть я официально нигде не устроен ну думать надо вот когда я был официально мне еще меньше платили свободное время может быть какие-то там подработки делать как у меня отец говорил ты делай так сынок чтоб тебя еще раз пригласили я должен сделать так чтобы со мной никто не равнялся в качестве в доброте в честности просто меня так-то устраивает эта работа вот нужно расширяться для этого мне нужна какая-то инициатива у меня вообще все хорошо все отлично никаких неврядиц у меня нету ни с родителями ни с учениками все отлично все идет в рост потихонечку ну вот сейчас конкретно у тебя допустим семья как ты будешь обиходить ее она не пойдет больше на работу я скажу вышла замуж я с ребенком сижу ты должен кормить их кроме того одевать и мало ли еще бывает надо и поехать куда-то к родным близким ну а машины то нету чтобы поехать куда-то ну я к тому говорю что должны быть денежки в руках а это надо работать не просто так вот я такой и она у меня такая ничем не нуждается она меня прозвала и говорит великий экономист я на всем экономлю до копейки чтобы кому-то помочь вот сейчас новые люди приезжают а у меня пенсия бомжа мне не давали работать только сторожем а первая часть жизни прошла еще и в другом государстве в Латвии союз распался и поэтому там теперь у меня стаж пропал угу так ну по поводу работы я в принципе знаю что делать как делать мне просто нужно вот вот решается проблема с фотографией решается часть этих вопросов дальше инициатива и все и в этом больше не думаю что у меня там должно что-то возникнуть такое неприятное а а а есть люди которые просто мне не дают что сделать например вот по тем же правам есть подозрения что кто-то там что-то сделал такое ну никогда там я там кто-то вас оскорбил даже ударил никогда мне дальше ничего не давай не надо христос говорит ударит по щеке подставь вторую нам не положено я занимался все время боксом занимался такими делами взять нельзя было живым не дамся никогда у меня всегда под головой ружье рядом собака ножи я готовился быть террористом а господь сказал тебя будут гнать и убивать за что отомстить за какая была жизнь до этого до раскулачивания до тридцатого года отец рассказывает а я сижу и сзади плачу вот так а господь показал тебя будут гнать тебя будут убивать тебя будут сажать а я все это теперь принимаю с радостью благодаря богу это мне полезно шалуха разная чешуя отлетит вопросик такой влияет ли крещение на молитву или нет обязательно так точно начни работать на своей рище часто бывает по-московски я хотел сказать вот тонут никакого мыщане за собой наблюдай это не дает росту духовному четко формулируй фразы в голове я тебе сразу говорю как сыну как внуку а москвичи там которые живут они все время такая тянут. Я считаю, это нельзя делать. Если мысли нет никакой, хоть сколько эко, а ничего нету. Мысль должна быть отточенная. Вот в Библии как раз притча Соломона и Иисуса Сирахова. Вот там все это написано. Так, так, по крещению. Сейчас опять начался. Опять, понимаешь, это не просто так. У меня брат родной, мы идем, а он щуп длинный, вот так головой мотает, чтобы он... Я говорю, ты зачем мотаешь? Я не мотаю. Я говорю, ну мотаешь головой-то? Нет. Идем, он опять головой мотнул. Я говорю, ну сейчас... Нет. Я говорю, давай договоримся. Как только мотнешь, я тебе кулаком сразу по спине. Давай. Он как головой-то мотнул, я говорю, а что? Я говорю, ты сейчас головой мотнул. Нет. Опять идем. Он мотнул головой, ты сразу... О, я заметил. И все, больше не стал. Тебе нужно, чтобы кто-то был рядом, серьезный друг, товарищ. Так что, вот раз в неделю я тебе разрешаю ко мне приходить. У меня переполнено. Сколько людей... Я сейчас с тобой говорю, а тут звонки там уже раздаются, я вижу, конкретно не в данный момент. Отовсюду люди. Из Америки, из Германии, из Франции. У каждого какая-то нужда. У меня ничего нету. Помолиться, дать совет. Какой-то там нашли ролик такой, посмотрите, какая ваша... Вот тот-то, тот-то сказал там поэт. Ну дайте толкование ваше. Как оно-то сказал? По делам своим. У одной дочь там не ладится с мужем. Как направить это дело? Видишь как? А как? Еще раз повторяю. У меня нет гуманитарного образования. Но я люблю Господа. Мы в день молимся через два часа. Сейчас могу сказать, когда начнем молиться. Через 23 минуты. Да, через три минуты у нас будет. Давай тебе сейчас заканчиваем. Я тебе скину, и ты успеешь зайти, чтобы тебя присоединили. Так, а по покрещению мне непонятно. А потом понятно, потом пока. Сейчас сегодня креститься не будешь еще. Все будет понятно. Полное погружение бесплатно. Но сначала уверовать надо. Жить для Христа. Поверить, что он тебя кровью своей омыл. Вот все. Непонятно, крестили меня нормально или нет. Ненормально. Нормального крещения почти нигде нет сегодня. Вот у нас только священники заходят в воду вот так, в рясе. И дальше крестят, это троекратное полное погружение. Все это бесплатно должно быть. Если деньги платил, то крещение недействительное. Это симония. Так, Женя, я отхожу.